Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы рассмотрим популярные бензиновые двигатели, которые устанавливаются на самые свежие европейские, американские и японские автомобили. И в коем случае не переключайте этот обзор, потому что сегодня, прямо сейчас, вы узнаете о фатальных ошибках, косяках этих двигателей, а также некоторые владельцы узнают, то есть некоторые владельцы вот этих вот машин с этими моторами узнают, как сэкономить пару тысяч долларов на основе этого обзора. Так что досматриваем этот обзор до конца. Ну и так, поехали! Сегодня уже никого не удивить переднеприводными BMW, да и с поперечной установкой двигателя, да и объемом 1.5 этого самого движка. Так вот, такой двигатель B38 BMW представила в 2013 году на спорткаре i8. И, к слову, он трехцилиндровый, а i8 он нужен был для гибридной силовой установки. Этот двигатель полностью алюминиевый, с плазменным пылением чугуна на стенке цилиндров. Есть у него цепь в приводе ГРМ, два фазовращателя и ValveTronic турбина, одна-единственная от Continental, и даже горячая часть этой турбины сделана из алюминиевого сплава, не из чугуна. И, кстати, на ранних модификациях B38 горячая часть турбины отлита единой деталью с выпускным коллектором. И да, это все алюминиевое. А вот на поздних модификациях B38C с 2019 года на горячей части турбины появился фланец под выпускной коллектор. То есть эти две детали стали раздельными. Ну и добавим, что этот двигатель появился в 2013 году и с той поры распространился на BMW первой серии, второй серии, а также мини. А также этот двигатель получила и тройка F30. И добавим, что на мини используется еще и 1,2-литровая версия этого двигателя. Итак, что же по надежности? К слову, в 2015 году эти двигатели поучаствовали в отзывной кампании, в том числе и по поводу упорных колец коленвала. И с тех пор эти двигатели стали надежными и только радуют. Они надежнее, чем N13, которые на французах известны как всеми нами любимые EP6. Однако владельцам и сервисменам известна проблема этого двигателя. Вернее, той самой замороченной алюминиевой турбины. Так вот, эта турбина настолько замороченная, что у нее в горячей части возле тарелки перепускного клапана есть полость, в которой циркулирует антифриз. И вот там появляется трещина, и антифриз попадает в катализатор, то есть выхлопную систему. В результате машина просит долить антифриз, парит из выхлопной трубы. В общем, и катализатор быстро приходит в негодность. Заваривать эту трещину – не вариант. БУ-турбина – хороший вариант, но тоже через пару лет может подвезти. На помощь приходят китайские мастера, которые предлагают горячую часть турбины вместе с выпускным коллектором. Причем есть варианты из чугуна. Это дешево, но тоже не очень долговечно. Вообще, эта турбина легко разбирается на две части, и вот эту массивную горячую часть можно просто заменить на новую. То есть это несложно. И кстати, у двигателя B38 обычного термостата нет. Вместо него используется модуль с клапанами-заслонками, которые регулируют протекание антифриза по системе охлаждения. Так вот, состояние этого модуля и частота радиаторов очень влияют на состояние турбины. Если следить за системой охлаждения и с ней будет все в порядке, то эта чудная турбина пройдет и 200 000 км. А вот если владелец не следит за системой охлаждения, то трещина в турбине может появиться и к пробегу в 100 000 км. Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong, там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Идем далее. Вот вы все говорите, что европейцы и VAG в частности подсадили всех на турбированные даутсайдинговые двигатели. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте обратим внимание на североамериканский автопром. Знали ли вы, что Chevrolet Quinnox и Chevrolet Malibu стали чуть ли не народными автомобилями в Беларуси? За последние 5-6 лет их было завезено тысячи в частном порядке. Кроме того, вот этот двигатель 1.5 Turbo ставился еще на GMC Terrain и Chevrolet Cruze 2-го поколения, ну и на другие модели GM. Да, все это были битки. Ну а что же с двигателем? Американский турбированный мотор объемом 1.5 мощностью 170 л.с. отлично себя зарекомендовал. Просто шикарный мотор. Да, он алюминиевый, с цепным приводом ГРМ, непосредственно впрыском турбиной Mitsubishi, но ничего из этого нареканий не вызывает. Да, мы рассказывали в обзоре про Malibu, что в 2016-2017 году у этих моторов разрушались поршни. Но эту смертельную неприятность лечили и перепрошивкой, и даже сменой состава моторного масла. На сегодняшний день эти двигатели даже не нуждаются в замене цепи ГРМ. 1300 она ходит точно. Да, у них бывают ошибки по расходомеру и давлению воздуха. И в этом случае осмотрите интеркуллер. Он здесь находится в обычном месте перед основным радиатором. И вот на трещины в нем указывают масляные запотевания. Это пары масла системы ВКГ. А еще бывает попадание масла в антифриз, то есть систему охлаждения. И это можно заметить по помутнению того самого антифриза в расширительном бачке. Так вот в этом виноват теплообменник, либо его прокладки. В общем, надо убедиться, что теплообменник не треснул и только тогда менять прокладки. Если треснул, надо купить теплообменник. Новый теплообменник стоит 250 долларов, но их очень много на авторазборках. Поэтому обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Кстати, у нас еще есть новые запчасти, бэушные запчасти, технические жидкости, а также всем вами любимый Suprotec. И напоминаем вам, что вот эти вот американские 1,5-литровые двигатели – родственники двигателей 1.4 Turbo от Opel и 1.5 Turbo от Opel. И упомянутые здесь цепи ГРМ, и теплообменник, и прокладки теплообменника у них идентичные. Идем дальше. Самое большое разнообразие малокубатурных двигателей представляет нам концерн VAG. Двигатели объемом от 1.0 до 1.5 используются не только на Volkswagen и Audi, но и, естественно, как мы все знаем, на Seat и Skoda. И рассказать об этих двигателях просто, потому что все они относятся к одному семейству EA211. И, кстати, 1,6-литровый атмосферник от Volkswagen Polo их ближайший родственник. У всех этих двигателей легкосплавные блоки цилиндров, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсатор, естественно, присутствует. Но из других общих черт это модуль, который состоит из термостата и насоса системы охлаждения. Этот модуль установлен со стороны маховика и приводится отдельным зубчатым ремешком. Так вот, все эти двигатели практически турбированные. Исключение составляют атмосферный 1.6 и несколько вариантов 1.0. У всех этих двигателей практически чугунные гильзы, однако исключение составляет двигатель 1.5 TSI. У него плазменное напыление чугуна на стенки цилиндров. У всех двигателей семейства EA211 регулируемые маслонасосы, которые приводятся от цепи либо непосредственно от коленвала. И если двигатель турбированный, ищите интеркулер во впускном коллекторе. И вот зато во всех новейших даутсайдинговых двигателях VAC нет никаких ремней, которые погружены в масло. Еще на некоторых двигателях 1.4 и 1.5 есть система ACT, которая позволяет отключать два из четырех цилиндров. Практически все двигатели семейства EA211 четырехцилиндровые. Трехцилиндровые — это только объемом 1.0. Причем вот эти вот двигатели 1.0 есть и турбированные, и атмосферные с установленным на заводе ГБО. Моторы 1.5 TSI относят к отдельному семейству EA211 EVO. И как мы рассказывали уже при обзоре Skoda Superb третьего поколения, на этой машине, кстати, вот эти полторашки появились в 2018 году. Так вот, системой ACT замена ремня ГРМ требует специального особенного инструмента для фиксации и выставления распредвалов. Так вот, это говорит о том, что не на каждом СТО смогут заменить ремень ГРМ корректно. Все эти двигатели очень распространены и, к счастью, проблем с ними особых нету. Несмотря на сложность конструкции, которая направлена на экономичность и экологичность, проблем с этими двигателями действительно немного. Они не разваливаются. И к слову еще скажем, что с этими моторами намного меньше проблем, чем с цепными и чугунными EA111. Ну, это объективная информация. Пожалуй, посоветуем вам не доводить эти моторы до жора масла. Пожалуйста, не экономьте на масле. Сократите интервалы его замены. Это по-любому получится дешевле, чем капиталить этот мотор, либо покупать контрактный двигатель TSI за 1500 долларов. Но если он вам нужен, то позвоните в «АвтоСтронг». Идем дальше. Полуторалитровый двигатель есть, естественно, у компании Ford. Причем, как на европейских автомобилях, так и на американских. И причем этих двигателей два – старый четырехцилиндровый и новый трехцилиндровый. Старый четырехцилиндровый двигатель создан на основе 1,6-литрового EcoBoost. А вот полуторалитровый мотор выпускался с 2015 по 2019 год. У этого двигателя алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, гидрокомпенсаторов нет, а в приводе ГРМ зубчатый ремень. Моторы 1,5 и 1,6 EcoBoost, выпущенные до апреля 2019 года, были подвержены попаданию антифриза во второй и третий цилиндр. А причина в неудачной конструкции блока цилиндров в самом верху. Там есть пропилы между цилиндрами. Так вот эти пропилы ослабляли блок цилиндров вот сверху в районе клапанной крышки. И газы буквально пробивали или даже протачивали алюминий к пропилу, что приводило к разгремитизации. И в этом случае антифриз начал покапывать в цилиндры. И да, еще добавим, что чугунные гильзы просто так высоко не поднимаются, то есть оставляют незащищенный участок вблизи прокладки ГБЦ. Затем конструкцию блока цилиндров изменили, пропилы между цилиндрами убрали и просверлили маленькие каналы между ними. Еще эти моторы болели и до сих пор болеют разрушением поршня второго цилиндра. Так вот для решения этой проблемы Ford изменили конструкцию впускного коллектора и маслоотделителя для того, чтобы прекратить поступление паров, которые плохо отсеивает система ВКГ. В общем, двигателю 1.5 EcoBoost со второй половины 2019 года можно смело доверять. В 2019 году Ford представил новый EcoBoost совершенно нового семейства Dragon. У него три цилиндра, впускной коллектор интегрирован в ГБЦ, также есть балансированный вал и появились гидрокомпенсаторы. У этих двигателей в приводе ГРМ есть и ремень, и цепь. Так вот, как отличить? Если клапанная крышка алюминиевая и передняя крышка алюминиевая, то тогда в этом двигателе установлена цепь ГРМ. А вот если клапанная крышка пластиковая, то в этом двигателе установлен зубчатый ремень, который погружен в моторное масло. И еще одно более простое отличие – зубчатый ремень присутствует только на атмосферной версии 1.5 Ti VCT. К тому же впрыск топлива у атмосферных версий распределенный, а у турбированных драконов 6 форсунок для впрыска во впускной коллектор перед клапанами и для впрыска в цилиндры. И вдобавок у новых вот этих эко-бустов есть система отключения третьего цилиндра. И, кстати, турбированная полторашка, то есть эко-буст, засветился в нескольких отзывных компаниях. То есть на сервисах меняли форсунки непосредственного впрыска, потому что старые могли лопнуть и выпустить бензин наружу. А также следите за запотеваниями под теплообменником. Это такая маленькая коробочка, которая установлена на клапанной крышке вот над выпускным распредвалом. Согласно сервисному бюллетеню для американских машин на некоторых моторах, этот маслоделитель был установлен неправильно, а это чревато. То, что масло может палиться наружу, попасть на выпуск, и это опять же чревато возгоранием, если сложатся вот все вот эти негативные факторы. Ну а если вы ищете форс для европейского рынка, будь то Fiesta, Puma Focus, EcoSport, то там вы найдете 1-литровый трехцилиндровый двигатель. Да-да, это тот самый двигатель семейства Fox. И знаете, что в 2016 году этот двигатель прошел основательный такой рестайлинг. И вместо вот этого самого ремня ГРМ, который погружен в моторное масло, стали использовать нормальную цепь. И вот уже 7 лет эти двигатели ездят с цепью ГРМ. Но не надо расслабляться, потому что масляный насос вот такого EcoBoost приводится зубчатым ремнем. Причем, есть два варианта этого самого зубчатого ремня. Один вариант для автоматической шестиступенчатой трансмиссии и механики, а вот во втором варианте это для восьмиступенчатого автомата. Так вот, во втором варианте нет никакого натяжителя, а вот в первом варианте используется подпружиненный башмачок. И тут вот прямо сейчас надо вернуться к первоначальному EcoBoost, то есть с мокрым ремнем, чтобы поделиться с вами очень важной информацией. Если у вас Ford из США с 1-литровым двигателем 6-ступкой автоматической 6F15 и этот автомобиль был выпущен с 2016 по 2019 год, то обязательно пробейте его на отзывной кампании вот на этом сайте. Ссылочку я добавлю в описании. Итак, мы проверили 10 первых попавшихся Ford, которые соответствуют этим критериям, а нашли мы их в объявлениях по продаже в Беларуси. Так вот, все эти машины подлежат отзывной кампании, и мы можем сейчас прямо кратко процитировать вот эту отзывную кампанию. При разрушении вот этого ремешка, привода маслонасоса, теряется давление масла. И причем сам Ford не предлагает какого-то решения, а обещает, что запчасти для решения этой проблемы будут в первом квартале 2025 года. На практике же вот этот ремень маслонасоса трескается, пылит, отбрасывает зубья, и вот все вот эти фрагменты и мусор засоряют маслозаборник, что тоже приводит к потере давления масла. И еще известно немало случаев полного или частичного разрушения натяжителя вот этого самого ремешка. Что же можно сделать, чтобы не погубить экобуст и чтобы он жил дольше? Так вот, первое, надо заменить вот этот самый ремешок, а сделать это можно вместе с заменой ремня ГРМ. Также надо осмотреть обязательно маслозаборник на предмет засорения и также осмотреть поддон на предмет вот этих вот продуктов износа ремня. Также можно установить датчик давления масла. И если давление упало, то есть стало меньше одного бара, то заглушить двигатель, заменить эти ремни, а затем еще очистить маслозаборник. Так вот, компания Ford обвинила во всем итальянскую компанию Dica, которая и являлась поставщиком тех самых ремней. И не будем забывать, что по данному вопросу европейский офис Ford молчит. Вероятно, компания Dica поставила именно в США эти недолговечные ремни, хотя различий в номерах между европейскими ремнями, то есть в номерах запчастей между европейскими ремнями и ремнями, которые были поставлены в США нет. И, вероятно, что-то подобное может в скором времени случиться и с цепным эко-бустом, потому что у него же, напоминаем, тоже есть ремешок. Ремешок привода маслонасоса. Ну, в общем, если резюмировать, то с двигателями самых массовых Ford последних лет 15, ну, не соскучишься. И, кстати, у нас на канале есть отличный разбор 1-литрового эко-буста. Кому интересно, обязательно посмотрите, он набрал там очень много просмотров. Ну что, идем далее. Даунсайдинговые двигатели давным-давно появились под капотами Honda, то есть почти все встречающиеся Fit третьего поколения, ЦВИК 10-го поколения, Accord 10-го поколения, ЦРВ 5-го встречаются с двигателями L-серии. Это и атмосферные, и турбированные полторашки. Так вот, а Хонды, которые пригнаны из Европы, оснащаются 1,3-литровым двигателем. То есть, маркировки у этих двигателей L15 и L13, соответственно, плюс индексы модификации. Кстати, разбор 1,3-литрового двигателя Honda у нас есть на канале. Если кому интересно, обязательно посмотрите. Вообще, моторы L-серии появились в 2001 году. Тогда вышел двигатель объемом 1,2. И, кстати, у этих двигателей в 8-клапанной ГБЦ по две свечи зажигания на цилиндр. И вот именно эти моторы легли в основу моделей Honda, которые выпускались после 2015 года. А в 2016 году появилась 1,5-литровая турбоверсия. У всех этих моторов легкосплавные блоки цилиндров, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, два фазовращателя, есть система iFTEC. И да, есть без системы iFTEC с одним распредвалом. Но это более старые моторы, и сейчас мы не о них. И по традиции у моторов Honda нет гидрокомпенсаторов, и поэтому проверять и по надобности регулировать тепловые зазоры надо каждые 30 тысяч километров, а регулируются они с помощью отверточки и гаечного ключа для фиксации. С 2016 года эти двигатели обозначались L15B и L15C. И вот эти двигатели имели непосредственный впрыск топлива. А также есть еще двигатели L15Z. Это моторы для азиатского рынка. Эти движки L-серий до неприличия надежны. Цепь ГРМ ходит 300 тысяч километров, и вообще в эти двигатели не надо лазить, кроме того, как для регулировки тепловых зазоров. Но с турбированными версиями надо быть поосторожнее, потому что турбина может ляснуться при пробеге до 100 тысяч километров, если экономить на моторном масле. И вообще, если масло старое и побежалое, то тогда может возникнуть масложор, с которым бороться сложно. В общем, масло в этом двигателе надо менять каждые 7500 километров. Ну а прямо сейчас давайте зададим очень важный вопрос очень умному человеку. Доброго дня, Константин. Подскажите, пожалуйста, а что нужно сделать для того, чтобы автомобиль служил дольше и чувствовал себя лучше? Значит, тезис первый. Не давать машину мне. Есть второй тезис. Он свойственен людям в возрасте. Оставить машину на 64 года и тогда ваши правнуки скажут вам спасибо. Третий вариант. Вы можете есть детейлинг каждый год, проводить плановые тяжелые ТО автомобили и вкидывать вам миллионы миллионы белорусских рублей. Это очень важно. Но также есть и недавно разработанный ведущими инженерами из Санкт-Петербурга способ. Это спектр автомобильной химии, трипотехнических присадок, а также пластичных смазок от компании Супротек. Используя его в своем автомобиле, вы сможете значительно продлить ресурс узлов и агрегатов, и он останется в состоянии близком к заводскому долгие-долгие годы. Подскажите, пожалуйста, Константин, а где можно приобрести этот самый Супротек? Вы знаете, есть проверенные ребята на территории Беларуси. Даже сложно назвать их ребятами. Это уважаемые люди и компания Автостронг, которая занимается продажей, доставкой и, самое главное, это наш партнер на территории Беларуси, который вы можете заказать и в кратчайшие сроки получить продукцию компании Супротек. Так что телефоны и адреса мы, если вы не против, коллега, я оставлю в описании под вашим видео, где наш случайный зритель сможет легко эту информацию найти и продлить жизнь своего автомобиля. Покупайте Супротек в компании Автостронг. Спасибо, Константин. Только проверенные люди и проверенное качество. Продолжаем. Малокубатурные движки присутствуют и у Renault. Причём таких машин очень много в продаже. Сюда можно отнести двигатели рабочим объёмом от 0,9 до 1,3. Все это агрегаты H-серии. Причём эти двигатели очень похожи. У них даже диаметр цилиндров одинаковый 72 и 2 миллиметра. Так вот, эти моторы 0,9 и 1,0 трёхцилиндровые. Все остальные четырёхцилиндровые. У всех этих двигателей легкосплавные блоки, плазменное напыление на стенках цилиндров. Также у этих двигателей есть фазовращатели, непосредственный впрыск и гидрокомпенсаторы. Ну и ещё добавим, что есть цепной привод ГРЭ. Самый часто встречающийся двигатель – это 1.3 TCE, который устанавливали на Talisman Megane Grand Scenic. Двигатели поменьше вы найдёте на маленьких Renault от Twingo до Clio. Также эти двигатели устанавливали на модели Dacia, а также на европейские Nissan. И ещё вот этот 1,3-литровый двигатель устанавливали на переднеприводные Mercedes от Daimler. И индекс у такого мотора M282. Конечно, сначала никто не обращал внимание на турбированные Renault, потому что у нас предпочитают дизельные версии этих машин. Ну а затем двигатели 1.3 TCE распробовали, и они не разваливались, то есть начали покупать автомобили с такими двигателями. И скажем ещё, что на моторном масле всё-таки экономить не надо. В Европе поначалу был такой слушок, что моторы 1.3 TCE жрут масло. Но затем эта ситуация поутихла, и привезённые автомобили с пробегом примерно 200 тысяч километров с этим мотором, нормально ездят и не ломаются. И, естественно, масло не жрут. Ну а теперь сюрприз. Наметилась у моторов 1.3 TCE – поломочка. И это пластиковый корпус термостата. В лучшем случае он может треснуть, и тогда антифриз будет покапывать. А в худшем случае этот корпус термостата может рвануть, и пару литров антифриза окажутся вне мотора. И Рено даже выпустила улучшенную версию этого термостата, и стоит он примерно 240 долларов. Аналогов пока нет. Ну а стандартный же корпус термостата служит примерно 100 тысяч километров, и менять его лучше. Каждые 100 тысяч километров. Ну, 100 тысяч километров плюс-минус 30 тысяч километров. А поменять его надо каждые 100 тысяч привитивно, потому что утечка антифриза при движениях в пробках, а также при движении по трассе может привести к деформации ГБЦ. То есть позже, после десятка тысяч километров, после замены корпуса термостата, можно обнаружить газы в системе охлаждения. Напоминаю вам, симптомы твердой патрубки системы охлаждения, пузырьки в расширительном бачке, а также снижение уровня антифриза. Ну а при эксплуатации в сильные морозы, например, в минус 20, может обмерзнуть трубка отвода картерных газов. Соответственно, как мы все знаем, давление в картере увеличивается, начинает выдавливать сальники, также может вылететь щуп, и масло будет фонтанировать. Вот эту трубку можно просто утеплить. Ну а в целом моторы 1.3 TCE ничем особо плохим не страдают. Далее. Французский производитель PSA с марками Citroёn, Peugeot, а с недавнего момента Opel, устанавливает на свои автомобили двигатели объемом 1.2. Это четырехцилиндровые двигатели с легкосплавными блоками, турбированные либо атмосферные гидрокомпенсаторы. В них нет совсем, там тарированные толкатели-стаканчики. И внимание, там есть ремень ГРМ, который тоже, как в Экобусте, купается в моторном масле. И вот на этом моменте просим прильнуть к экрану. Он может сесть ближе, может поднести смартфон поближе. Владельцев не только Peugeot и Citroёn, а владельцев Opel Crossland, Grandland, Opel Corsa 6, Opel Moco 2. И еще понадобятся владельцы Toyota Pro Ace City. Ремень ГРМ в этом двигателе проблема номер один. И случилось даже так, что этот двигатель дебютировал с названием 1.2 PureTech. И после многочисленных смертей этого двигателя, после того, как ситуация стабилизировалась, название PureTech убрали совсем, чтобы этот, то есть это название, не ассоциировалось с поломками. Так в чем же проблема? А проблема в том, что этот ремень ГРМ, который погружен в моторное масло, пылит, загрязняет моторное масло, забивает маслозаборник. То есть, в этом французском двигателе все происходит точно так же, как в 1.0 EcoBoost от Ford. И, кстати, у нас на канале есть подробная разборка двигателя 1.2 PureTech. И знаете, что примечательно? Что в комментариях отметились сервисмены почти со всех европейских стран и подтвердили, что действительно этот мотор мрет как муха. И концерн PSA поменял за пару лет 200 000 таких моторов по гарантии. И вот что стоит отметить? А стоит отметить, что изначально регламент замены ремня ГРМ был каждые 180 000 км. И вот ситуацию удалось стабилизировать, сократив этот интервал до 100 000 км. И вот сервисные бюллетени отмечают, что при городской эксплуатации ремень изнашивается быстрее, то есть можно еще на четверть сократить интервал замены ремня ГРМ. И, кстати, даже в Беларуси есть шаблончик для измерения износа ремня ГРМ. Так вот, если этот шаблончик не налазит на ремень ГРМ, то ремень надо считать изношенным и менять его. И ремень еще виден, если открыть массозаливную горловину. И если вы видите, что на ремне есть трещины, то надо ремень скоро менять. Вернее прямо сейчас менять, потому что три с четвертью литра масла будут загрязняться продуктами износа этого ремня. Ну, в принципе, вот кроме вот этой проблемы двигатель EB2 особо ничем не огорчает. Еще один двигатель с мокрым ремнем – это 1,2-литровый турбомотор, который устанавливали на Chevrolet Blazer 3, Chevrolet Trax, также Buick Encore GX и Envista. Так вот, пару слов об этом ремне ГРМ. Регламент его замены – раз в 240 тысяч километров, либо же раз в 15 лет. Причем есть еще ремень, который приводит маслонасос. Так вот, этот ремень идет от балансированного вала к маслонасосу. Как вам такое? Этот 1,2-литровый турбомотор выпускается с 2019 года и, как удивительно, никаких жалоб на него нет. То есть купающийся в масле ремень ГРМ действительно может служить долго и не создавать никаких проблем. Ну, может через пару лет все изменится, но пока ситуация именно такая. И для выставления распредвалов, для замены ремня ГРМ, у этого двигателя используется специальный кондуктор. Интересно, есть ли он на наших СТО? Потому что китайские продавцы пока ничего не предлагают. Двигатель объемом 1,2 турбированный не такой популярный, как мотор 1,3 на крохотных кроссоверах GM. И оба эти двигателя относятся к одному семейству GM E-Turbo. И самый крупный рынок для этих двигателей – это китайские. И разработаны они были вместе с китайской компанией Saeed. А вот разница у этих двигателей существенная. У мотора 1,2 обычная механическая помпа, которая крепится к корпусу с масляным теплообменником и электронно управляемым термостатом. А вот у двигателя 1,3 помпа электрическая и вместо термостата модуль с заслонками, который регулирует движение антифриза. Так вот, есть в продаже стоимость 400 и 1000 долларов соответственно. Как вам? И кстати, простенький термостат для двигателя 1,2 в Штатах стоит 35 долларов. У нас 600. Вот такая вот заокеанская логистика. У движка объемом 1,2 вакуумный привод перепускного клапана. А вот в двигателе 1,3 этот клапан открывается электромеханическим сервоприводом. Блой-оффы, то есть перепускные клапаны в холодной части турбин, электромеханические. Оба. Привод ГРМ у двигателя 1,3 осуществляется ролико-втулочной цепью. Похожей цепью приводится балансированный вал и регулируемый маслонасос. Так вот, это самые молодые двигатели в нашем обзоре. И за 4-5 лет никаких проблем за ними замечено не было. У нас же в наших широтах эти двигатели ездят примерно 3-4 года, и никаких жалоб со стороны владельцев на них нет. А что там под капотом у свежих моделей Toyota? В номинацию до 1,5 литров попадают аж три двигателя. Если это 1,01K RFE, то это простой трехцилиндровый атмосферник для модели iGo. Но обязательно надо изучить этот агрегат на предмет жора масла, а также послушать его на холодную, не шелестят ли поршни. Кстати, этот недостаток Toyota устраняла по гарантии заменой блока цилиндров. А вот если шелестит цепь ГРМ, то пробег этой крохи примерно, ну не примерно, а далеко за 150-200 тысяч километров. И у нас на канале есть подробнейший разбор этого маленького двигателя. Обязательно, кому интересно, посмотрите. Далее, Toyota использует двигатели NR-серий. Атмосферники появились в 2008 году, а турбированные версии объемом 1,2 появились в 2015. Так вот, у всех этих двигателей легкосплавные гильзованные блоки, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы, фазовращатели, еще одной цепью приводится маслонасос и у турбированных версий усиленные блоки цилиндров. Восемь противовесов на коленвале против четырех у атмосферных версий. И ГБЦ приняла форсунки непосредственного впрыска. Атмосферный 1,3-литровый движок 1NR-FE нельзя назвать беспроблемным. В 2013-14 годах этот двигатель начал безбожно пожирать масло. И, кстати, вот эту проблему Toyota решала по гарантии, меняя поршни. И вот замена поршней решала еще одну проблему – излишний нагар на поршнях. И это при непосредственном впрыске. Еще могла зашелестить цепь ГРМ. Ее, кстати, тоже меняли по гарантии в сборе. Ну и можно резюмировать, что после 2015 года эти 1,3-литровые атмосферные моторы должны быть беспроблемными. Но все-таки к шуму и к жору масла надо прислушиваться и присматриваться. А вот двигатель объемом 1,28NR FTS турбированный, который еще работает по циклу Миллера, по идее жора масла не страдает. Но на машинах, которые были выпущены с 2019 по 2021 год, меняли топливный насос высокого давления по гарантии, потому что он мог лопнуть и прольется тогда бензин на двигатель. Такой двигатель заполучили Toyota CH-R, Auris и Corolla 12-го поколения. Эти машины к нам приезжали из Европы. На свежих европейских Toyota, таких как Corolla 12-го поколения и Yaris 3-го поколения, установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель, который с непосредственным впрыском и работает по циклу Миллера. У него трехцилиндровый легкосплавный гильзованный блок цилиндров. Под коленвалом есть балансир с зубовым зацеплением, также у него цепной привод ГРМ, ролико-втулочная цепь на минуточку, также есть фазовращатели, также есть гидрокомпенсаторы. На вот этих вот двигателях М15А, ФКС, а также на вышеупомянутых 1КР есть такая проблемка, кстати, не только на этих двигателях от Toyota есть такая проблемка, как растрескивание охладителя EGR. Так вот, после вот этой вот проблемы антифриз может попасть в выпускной коллектор, начнет парить из выхлопной трубы, уровень антифриза будет снижаться, может снижаться мощность, а также могут быть пропуски зажигания. Так вот, в феврале 2022 года Toyota выпустила сервисный бюллетень и свою ошибку не признала. Никому ничего по гарантии делать она не собиралась, а вы знаете, что вот такой охладитель стоит новый 1500 долларов. И вот если вы поставите бэушный, либо поставите новый охладитель, то нет никакой гарантии, что он не повторит участь предыдущего через пару лет. И как вам вот такое предательство от Toyota? Напишите в комментариях. Ну а теперь перед финалочкой хотелось бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал. Там мы хотим сформировать очень актуальное и интересное сообщество, поэтому подписываемся. Ну что, а теперь давайте финалить. Вот такой вот рейтинг у нас сегодня получился, и обязательно напишите в комментариях, не забыли ли мы кого-то туда добавить, согласны ли вы с этим рейтингом, а также напишите, какие рейтинги вы хотели бы видеть еще. Мы обязательно все прочитаем и, если надо, даже ответим. Поэтому подписывайтесь на наш канал, обязательно нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наши соцсети, на наш телеграм. И помните, что с вами всегда была, если будет компания «АвтоСтронг». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok